Вы что, с ума сошли? Он прав, Геральт. Это может быть наш последний шанс. Ал кхим бак хак хара! Как-то я видел лады, который появился после телепортации без ног. Они задержались всего на 5 секунд. Ииии, всем привет, с вами Игорь, это канал Блэк Хосплей, мы продолжаем играть в Ведьмак. Первую часть я записываю подряд третью серию. Не знаю, прям вот хочется играть и как бы играю, да? Я пришёл к Трис, чтобы отдать кольцо. В прошлой серии я в основном бегал по заданию с оборотнем и пытался вылечить оборотня. И как бы вроде бы вылечил. Теперь Трис. Да, 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 рада ты, всё. Как бы на. Вот тебе кольцо, которое я купил недавно. На. Значит, ты любишь меня, а о ней забыл? Трис. Каком? Ты мне дорог, понимаешь? В смысле любишь? Ты многое перенёс. Пришло время получить свою награду. Малыш спит. Какую? Так что сейчас я покажу. Я покажу тебе, что такое настоящая магия. Опа-па-па-па. Хорошая магия, да, не спорю. В смысле люблю? Ладно, ладно уже. Так, короче, задание выполнено. А, это ж не задание, наверное, было, да? Так, то есть мне нужно... Это не выполняется, кстати. Это, 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 это. Мне нужно отдать кристалл. Я... На. У Саламандра я нашёл странный магический камень. Дай-ка взглянуть. Это телекоммуникатор. Он сохраняет следы всех передач. Ты можешь говорить попроще? Я просто ведьмак, между прочим. Если нам повезёт, мы сможем узнать, где находится убежище Саламандр. Так, теперь на приём идти. Хорошо. Пошли на приём. Угу. Сейчас, знаешь, пойдём на приём. Надеюсь, он открыт, кстати, этот приём. Получается, все задания выполнил, и теперь мы идём по вот этому заданию. Как я понял, основное задание. Так, ну и, я думаю, пора бы посмотреть, какие умения ставить. Точнее, какие, какие умения, таланты качать. Сейчас будем качать. Так, если закрыто. Если открыто, то не будем качать. Выкинула, представляешь, игра. Закрылась, и всё. Пошли, короче. Да давай, иди быстрее. Так, тайниц на аристократ. А где он? А, вот он, он. Рад тебя видеть, ведьмак. У нас есть новости о Саламандрах. Надеюсь, для нас это хорошие новости. Увы, нет. Их влияние распространяется дальше, чем мы предполагали. Я полагаю, что у тебя есть ко мне предложение. К чему это царказм, ведьмак? У Саламандр есть влиятельный покровитель. Нам не удалось уговорить ни городские власти, ни военных заняться ими. Как это возможно? Мне это неведомо. Под мышку смотреть это возможно? Что они имеют отношение к недавним подозрительным указам. Что ты собираешься делать? Нам нужна поддержка, самая лучшая, которую только мы сможем найти. Небольшая армия или полувоенное формирование. И как это касается меня? Мы хотим, чтобы ты вел переговоры с нашими потенциальными союзниками. Та почему опять я? Твоя репутация и нейтралитет сослужат нам хорошую службу. Ясно. Ясно. Кого ты имеешь в виду? Тех, у кого Саламандры встали на пути. Склята Эли, Орден Пылающей Розы. Сомневаюсь, что тебе удастся добиться успеха у Веллерада. Так, ну короче, Орденал я тоже бы не смогу, не смогу ничего сделать. Посмотрим, что я смогу сделать. Если тебе удастся кого-то убедить, мы встретимся с ними здесь. Так, ладно. Так. Нужно поговорить с Леву Арденом. Замечательно. Дальше что? Мне нужно убедить или эльфов, или Еевина, или Зигврита с его чужаками из Ордена. Присоединиться. Так. Я вроде как вам говорил, что... Как бы Орден вряд ли мне поможет. Ну давай, как бы... Давай поговорим. Давай-ка поговорим... С кем? Давай-ка мы поговорим с... Зигприта. Я думаю, сейчас я могу с ним поговорить и сдать ему задание. Как бы не хочется никакое задание оставлять. Или не выполнить. Я не болен. Я здоров. Мне прям бесят. Вот я иду, никого не трогаю. И она сидит, стоит. Вот смотри, вот ты идешь, никого не трогаешь. И рядом с тобой. Знай свое место. К чему это был разговор? Вот к чему. Так, ладно. Пора идти дальше. Сейчас перейдем к Зигприту. Здесь опять дождь. Серьезно. Тут опять дождь. Так. Зигприту. Зигприту. Идем к Зигприту. Угу. Я надеюсь, что он со мной сейчас поговорит. Но я не хочу его брать как помощника. Он такой себе помощник. Вон с глаз моих, альпийские приплости. Пошел. Нахуй. Понял. Второй раз его посылают. Так, значит эльфа. Он вроде говорил, что можно с ним связаться через банкира. Через Вивальди. Я все помню. У меня память такая хорошая. Прям не могу. То есть... Или он такого не говорил. Или это мне приснилось. Да мне это не приснилось. Это 100% было. Так, давай. Так, это Вивальди? Это кузнец. Это не Вивальди. Пошли отсюда. Это кузнец. Кстати... Очень быстро забылось все хорошее, что я делал Ордену. Как бы он друг, друг. А в итоге раз и все. И больше не друг. Так, а вот он он. Прикинь. Здорово. Я вновь приветствую тебя, Волк. Здорово. Я вижу, ты смог выбраться оттуда невредимым. А Вивальди получил назад свой банк. Или вскоре получит. Рад слышать. Кто-нибудь в городе создал тебе трудности? Да. И это странно. Я думаю, кто-то защищает тебя, ведьмак. А в богов я не верю. Давай поговорим о другом. Может, Трис? Волк? Давай поговорим о другом. Волк? Да нет, я в волках. Давай так. Ты и вправду веришь, что сможешь преуспеть. Думаешь, я хочу умереть? Я не стал бы ставить на кон свою жизнь и недели пыток для развлечения. А именно это меня ждет, если меня поймают. Именно так. Честно говоря, Геральт, любая уступка, даже малейшее привилегие или право, могут считаться победой. Процесс должен начаться, а потом это уже только вопрос времени. То есть ты просто типа уступки-то хочешь? У меня есть предложение. Ты хочешь увидеть падение Саламандр? Они тоже тайны. Но они раздражают меня больше, чем большинство остальных. Что ты предлагаешь? У меня есть влиятельные друзья, которые знают, как уничтожить эту организацию. Хм... Не могу сказать, что я так уж жажду, чтобы это произошло. Но поскольку ты помог мне... Значит ли это, что ты встретишься с ними? Где и когда, Волк? Этим вечером в таверне Новый Наракорт, в купеческом квартале в Вызиме. Вызима хорошо охраняется. Но ради тебя я найду способ. Увидимся на месте, Волк. Жди нашего сигнала. Вот мне вопрос. Как же он сможет пробраться в купеческий квартал? Вот прям хороший вопрос. Ну ладно, пойдем. Вот как он это сможет сделать? Он в девушку переоденется? Мне просто это интересно. Тут куча стражей. Он как-то... У него как-то получится. Допустим, с канализацией. Но он вернется в банк. А хотя рядом же с таверной канализация, да? Может быть, по канализациям он и сможет прям к таверне пройти. Но это ж надо пройти еще к таверне. Хотя это уже... Если вечером... То это уже не так сложно, как пробираться вот по всем закоулкам. Там чисто по прямой побежал и все. И ничего сложного. Ладно. Пойдем. Значит, пойдем. Хочется быть крестьянином. Он сказал вечером. Сейчас не вечер, сейчас день. То есть мне до вечера ждать. Ведьмак, прячьте женщин. Да пошел ты. У женщин уже поздно прятать. Уже все, что смог, все сделал. Даже принцессу. Представляешь? Так, давай, давай, еще раз вылите. Будет замечательно. Изо дня до в полы. А теперь еще и ведьмак, пожалуй. Ушел отсюда. Так. Талер, нет. Я тебе морду разобью. Давай-ка мы подождем. Привет. Привет. Чем могу... Так, я хочу подождать. До вечера. Вечер это, получается, вот это. Да? То есть вот так. Тем временем, давай зайдем к героям. Так, сила. Нечувствительность боли только когда хмель. Ага. Ловкость. Так, открывает доступ к рукопашке. Не нужно. Выносливость у нас тоже. Позволяет использовать вместо силы херня. Действие алкоголя тоже хрень. Интеллект. Видимо, как припоминает. Позволяет изготавливать масла. Ну, давай, на всякий случай. Масла давай. Здесь все. А здесь я выбрал квен, да? Вот вопрос, я им не пользуюсь, потому что надо стоять. Может, все-таки игни взять? Хотя игни я тоже не пользуюсь. Я только ардом пользуюсь. Ладно, силовой стиль. Нет. 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 Во! Смотри, сколько есть. Силовой стиль для... Повреждения 20. Здесь вот только если у противника под воспламенением, это значит игни. Так, кровопотеря. Повреждения. Если воспламенение. Но я воспламенением не буду пользоваться. Дальше. Ослеплен. Ослепление. Нет. Точный удар. Повреждения. Так, минимум с тремя. Атака. Поврежденность удара. Так, давай. Давай это. Это. Нокдаун плюс 30. Замечательно. Ну давай, ладно, ослепление. Хотя я не ослеплю. Давай Ирган. Точнее, игни. Прокачаем. Хотя мне не хватит, наверное, на огни. Ладно, этого хватит. Остальное я потом сам за кадром посижу, подумаю. Тут надо подольше подумать, что я хочу. А так я буду сейчас 10 лет сидеть. Я покажу в следующей серии, что именно я буду делать. Я надеюсь, этого хватит, чтобы там сейчас победить. С поддержкой. Хотя у меня же поддержка будет. Да, вот. Здравствуйте. Можно я все что спрошу? Конечно. Я вижу тут мы... Ха. Может знаю. Да. Так. Вот мне это я не понял. Я пропустил? Или что? Долго бы с тобой говорить. Так. Допустим. Может мне выйти? Все согласно вам. Давай выйдем. Но он сказал вечером. Или что мне нужно сделать? Так. Сокоролевская рать. Нужно попросить Трис обнаружить Родовида с помощью магической камня. Говорить нужно наедине. Давай. Пойдем, значит, сначала к Трис. Пойдем к Трис. Это вся королевская рать задание. Надеюсь, она дома будет. Потому что она же по ночам где-то шляется. Или все у нее обязательства. Она говорит, что если кольцо подаришь, все у нас подарит. Лишь, подаришь, то у нас обязательства. Окей. Тише. Альвин спит. Да я и так тихо. Так, аммутатор, который я там... Да, я нашел для нас... Ага. А ты можешь рассказать мне побольше про этот волшебный коммуникатор, который я нашел на базе у Саламандр. Он позволяет общаться на относительно коротких дистанциях. Если Саламандр использовали его, чтобы связаться с базой, мы сможем их локализовать. Знающий магию может извлечь из этой штуки массу полезной информации. Ну так узнай. На коротких дистанциях интересно. Можешь проверить последний контакт? Без проблем. Коммуникатор отправил сигнал в один из домов в Изиме. Геральт, ты ничего не хочешь рассказать? У меня есть догадка. Я ее проверю и все тебе расскажу. А пока не думай об этом. Ладно. Береги себя. Так, ну я нашел союзника. Отлично. Встреча с Лео Варденом – идеальная возможность все обсудить. Согласен. Геральт, ты должен знать, что мы разозлили очень могущественных людей. Эта встреча может многое изменить. Ты о чем? Ну? Закончи все свои дела в Изиме и приготовься. Возьми какие-то эликсиры. Потом, может быть, уже поздно. То есть она намекает, что будет говнина всякая, да? Хорошо. Подожди. Это ей надо, да, все сказать? Окей. Значит, пойдем сначала вся королевская рать выполним. А потом скажем ей, что я все, я готов. Я у боевой. Так, это что? Не прощенный. Мне нужно поговорить... А, Трис. Показать. На карте. Кстати, недалеко. Так, вон она, меточка. На мини-карте. Так, так, так. Иду, иду, иду. То есть, где-то здесь. На вину с честью. Ты? Дом. Так, это что ли? Да ну не. Или да. Вивальди обанкротился. Это катастрофа. Дом. Походу, это не тот дом. Ладно. Я промахнулся. Пойдем обратно. А где ты тогда? Так. Дом, дом, дом. Это вокруг, значит. Это, значит, где-то здесь вокруг. Куда-то сюда ведет меня. Вот это, что ли? Убежище Родовида. Да. Вот он сидит. Приветствую еще раз, ведьмак. И тебе привет, Родовид. На этот раз между нами магического зеркала нет. Я рад, что ты нашел мое убежище. Трис Меригольд помогла, я прав? Ты знаешь Трис? Лично нет. Но я знаю Филиппу Эйльхард. А это все равно, что знать всех чародеек. Ага. Так, тут какую-то имя, фамилию. Так. Кто ты такой? Что ты хотел? Я не имею в виду имя и фамилию. Хороший вопрос. Однако, однозначный ответ дать будет сложно. Я вырос при Риданском дворе. Мой отец погиб во время войны с Нильфгардом. С тех самых пор, как я потерял интерес к игрушкам, я начал делать все возможное, чтобы вернуть себе то, что принадлежит мне по праву. Чтобы найти убийц моего отца. Чтобы восстановить порядок в своих владениях. К сожалению, меня окружают продажные предатели, нимфоманки-чародейки с растущими амбициями и неудовлетворенные священники Вечного Огня. Насколько я могу судить, в Тимерии, в высшем обществе, все то же самое. Не сомневаюсь. Ничто не привлекает мерзавцев больше, чем власть. Ты что-то хотел? Это про себя? Таких странных указов, что недавно вышли в Изиме. Я о них слышал. На них якобы стоит королевская печать. Но многие подозревают, что это подделка. Продолжай. Талер был прав. Фольтест не подписывал эти указы. Я бы его подпись узнал. Ты знаком с Талером? А как же! Хорош бы я был, если б не знал шефа разведки соседнего государства. Значит, Фольтест не вводил военное положение в городе? Нет. И мне кажется, пора ему об этом сообщить. Так, какие отношения у тебя с Аддой? Какие отношения у тебя с Аддой? Я надеялся убедить ее выйти замуж за короля Редании. С помощью Фольтеста наш король смог бы в результате избавиться от всех насевших на него паразитов. В обмен Редания могла бы помочь Тимерии в борьбе со Скоэтаэлями. Не говоря уже о пользе взаимной торговли. Объединив усилия, обе монархии смогли бы противостоять ширящейся власти рыцарских орденов, поклоняющихся Вечному Огню. А также купеческих перенесленных гильдий. Кроме того... Хватит, ты меня убедил. Но, к сожалению, я не отдам. Почему, к сожалению? Что ты думаешь о дочери Фольтеста? Что конкретно тебя интересует? Я спрашиваю тебя как специалиста по чудовищам. Ты снял заклятие, которое сделало из нее стрыгу. Они только заклятия. Она может иметь детей? Не понимаю, почему бы и нет. Нормальных, здоровых, человеческих детей? Думаю, да. Хотя не помешало бы осмотреть ее кому-нибудь из ведающих. Благодарю, ведьмак. Надеюсь, этот разговор останется между нами. И еще одно. Я знаю, что Адда тобой увлечена. Ну как сказать увлечена? Надеюсь, ты не станешь вмешиваться в планы Редании касательно укрепления династий. Да я уже вмешался. Я не стану вмешиваться. И как же ты догадался? Потому как на тебя смотрят твои люди. Потому как ты говорил о Редании и Адде. Будешь в Редании, жду тебя при дворе. Прощай, ведьмак. Прощай, король. Так. Видишь, уже дружу с королем. А это уже что-то значит. С одним королем дружу, значит со вторым надо подружиться и все. И я буду в шоколаде. Надо дружить с сильными... Надо дружить с королями. Так, дальше что? Вся королевская рать. Мне надо берусь до Саламандр, потом сопутываться в политику. Что надо? А, все? Ну ладно, пойдем в Трис. Осталось только Трис. Ты не будешь путаваться в династию? Конечно, нет. Я уже как бы впутался. Уже все хорошо. Ну правда, детей у нее не будет, но все же. Та иди ты в срак уже. Тише, 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 тише. Я нашел союзника. Я чародейка забыл? А, я, блядь, пропустил. А ты думаешь так громко, что я невольно читаю твои мысли? Ну пойдем. Пока. Что ты хочешь? Что надо? Так, мне пора в новую на рекорд. Ну пошли. Правда, ночь. Она, конечно, сказала подготовиться, чтобы у меня были эликсиры, чтобы у меня было все. Что у меня по эликсирам? Так, давай, во-первых, так вот. Так, неизвестный. Так, пишет их, это не эликсир. Лежит, Джон. Вот Траффорд белый, хорошо. Ласточка есть? Короче, хватит. Мне, правда, ничего нету, но да, я думаю, хватит. Надо взять жратвы. Пожрать и все. И через щит играть. Когда толпа, надо через щит играть. Не зря же качал этот Квен. То. Геральт, ты в опасности. Что? Почему? Стража узнала о твоих встречах. У Саламандр есть шпионы среди солдат. Ты должен бежать. Нет, я не могу. Я должен поговорить с остальными. Здесь вот-вот будут Саламандры. Значит, я их встречу. Бегите. Ты обо мне плохо думаешь, если решил, что я оставлю тебя здесь одного. Я так и знал, что ты будешь драться. Мои люди готовы. Они вызвались добровольцами. Винсент, постарайся остаться в живых. Если с тобой что-нибудь случится, Кармен... Все поймет. Все поймет. Городская стража? Откуда вы? Не только у вас информаторы в армии. Итак, Винсент, зря ты сдружился с ведьмом. Гля, они уже дерутся. У вас нет никаких шансов. Посмотрим. Так. Вот и чанец тебе. Да где? Давай! Яц. Бьем. Всех бьем. Как отодим. Крутой легавый, шлюха из бедняцкого квартала и настоящая любовь. Любовь, разрушающая проклятие оборотня. Угу. Как в сказке. В мире, где правит презрение и сволочь. В мире, полном бандитов и убийц. Чувства могут творить чудеса. Мне аж мурашки по коже. И поэтому стоит бороться. Как в сказке. Мне аж мурашки по коже. Так, остался пока этот, да? Так. Винсент нормальный, да? Все. Живой? Поспешим. Поспешим. Так, а где? А где? Ляха, муха, я хотел жратву взять. А жратву не взять, да? Будем, походу, жрать то, что у меня есть. Давай сахарную куколку сожрем. Мясо виверное. Жри давай. Все, что есть, теперь будем есть. Вот это, кстати, подстава. Вот этого я не ожидал. Что здесь не будет уже товерщика. Она меня восстановила, прикинь? Наконец-то ты пришел, волк. Ты как сюда попал? Мы ждали тебя, Геральт. Решили что-нибудь? Скажем так, я и Вин согласился сотрудничать. Только на определенных условиях Тойна. С условиями мы потом разберемся. Все готово, вот что важно. Готово к чему? К телепортации, волк. Благодаря тому камню, который ты захватил. Детали не важны, Трис. Телепортирует вас с ей вином в лобово Соломат. Ты можешь вкадр вать, я? Когда? Это последняя вещь, которую нам осталось решить. Тихо, я слышу шаги. Дверь заперта. Открывайте! Именем короля Фольтеста и Пылающей Розы. Это Девет. У нас проблема. Мы знаем, что у вас там незаконное собрание с эльфом. Открывайте, а то не миновать вам виселицы. Чародейка, телепортируй нас. Мой отряд ждет только знака. Вы что, с ума сошли? Он прав, Геральт. Это может быть наш последний шанс. Ал кимбак хакара! Как-то я видел мау, который появился после телепортации без ног. Они задержались всего на пять секунд. Считаю до трех. А потом мы выломаем двери. Может, все-таки. Дарк Хамбра Дерха Дрянь! Чего? Какой Дрянь? Кто Дрянь? Я не Дрянь. Это Девет Дрянь. Дрянь, говорит. Так, пляха, муха. Так, тут есть Саламандра. Так, берем арт. Я их сколько? А где этот? Где он? Так, тут никого. А как мне пройти? Мне выбить, типа так? Ну да. И все смотрят, да? Всем насрать, то, что тебя здесь избивают. Походу, ты никому не нужен. Так, давай, следующий. На, просто разношу. Это здоровый. У меня, кстати, жизни уменьшаются. Так, тут надо, короче, жрать. Жрем. У меня просто нету выбора. Я неподготовленный. Я неподготовленный. Абсолютно. Сундук. Возьми сундук. Может, жратва будет. Подожди, подожди. Меч. У меня меч не тот. Так, это кто? Это здоровый должен быть. Здоровых надо так бить. А ты в спину мне наяриваешь, да, козел? Я прям в ударе. Прям попадаю полностью во все. Так, еще Саламандра. Большой? Маленький? Маленький. Получи ты. Так, окей, куда дальше? Пошли. А вот она, Яевин. Интересно. Однако, по плану я не должен быть тут один. По плану ты должен быть Яевином. Так, давай. Жрем. Идем. Он только что был здесь. А куда он делся? Он только здесь был. А, вот он ты. Ведьмак. Наше время истекает. Яевин, ты здесь. Нет времени. Открывай ворота и впускай мой отряд. Где Трис? Сейчас пустим. Исчезла. Это ты в вопросе. Наверное, телепортировалась. Но перед этим она наложила на тебя щит Алзура. Щит Алзура? Могущественное заклинание из книги, которую ты нашел на болоте. Странно. Не помню, чтобы я ей его давал. Ведьмак. Мои братья по оружию ждут. Ты что, собрался уничтожить всех Саламандр в одиночку? Есть идеи? Саламандры попадают на свою базу через магический портал, созданный много лет тому назад моим народом. А мы можем им воспользоваться. Трис утверждает, что активировать портал можно при помощи камня силы. К счастью, один такой камень есть вон там, справа. Правда, его охраняет маг. Так, получается, что мне надо? Мне надо сделать так. Сохраниться. Потому что я не подготовлен, как я уже сказал. Так, ладно. Справа. Вот он справа. Мах. Успею? Успею ли я ему? На! На тебе! Сука, он успел! Он успел. Он успел призвать атаковнину. Как так, а? Я же успел. Все? Нет? Так, давай. Нельзя терять времени. Мне нужен... Так, это что такое? Это не то. А где? Ты говоришь, справа был... Камень. Ага, вот он, вот он, вот он лежит. Вот он лежит, камень. Так, теперь... Мне надо еще раз сохраниться. Я вижу, их там много. Разнесут мне щи просто... Как не знаю что. Так, давай. Так, есть контакт. Пришли. Три что ли? Вас трое? Чего так мало? У вас было 50 штук. Так, ладно. Их трое, представляешь? А не, не трое. Ладно. Да бля, хомуха. Ты что, дебил что ли? Давай, отчинайся. Так, 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 так. Какая-то хрень прилетела. Есть. Я там, опять их много. Так, так. Разносим. У меня тут двое их. Где этот мах? Иди сюда. Так, вот так. Нет, это вот так. Надо, ладно. Он не смог отклушиться. Так, минус мах. Все? Серьезно? А что здесь готовиться? Ладно, пойдем. Я думал, прям здесь будет максимум сложности, а тут нет. Белый волк. Мы сбрали тебя. Вижу, все уже собрались. Хорошо. Решим все сразу. Признаюсь, там на болотах я тебя недооценил. Но теперь ситуация другая. На этот раз ты ничем не сможешь меня удивить. Вижу, ты научился не оглядываться назад, добиваться своей цели и неважно какой ценой. Эльфы, которых ты сюда привел, обречены на смерть. И ты знал об этом. Я прав. Не, я не думаю. Эльфийская раса обречена на вымирание. На полное уничтожение. Мы, люди, лишь ускоряем неизбежное. И если ты проявишь мудрость и отвергнешь глупые эмоции, у тебя будет шанс увидеть великий план в действии. А если я не буду ничего проявлять? Я ведь, видишь ли, очень глупый и эмоциональный парень. Ты глупый? Не смеши меня, Геральт. Но это все не имеет значения. Ничто не изменится, разве что одним ведьмаком на свете станет меньше. Да давай быстрее. Великий план предусматривает все возможные варианты событий. Предлагаю тебе выслушать меня и присоединиться к нам. Нет. Или, по крайней мере, постараться не мешать. Нет, нет, нет. Я слушаю. Только быстрее. У тебя сложилось неверное мнение о нас, Геральт. Ты борешься за чужие идеи во имя сомнительных принципов. Ты бродишь в лабиринтах чужих интриг. И не видишь главного. Ты не знаешь, в чем состоит великий план. А ведь этой страной, к примеру, правит монарх-дегенерат, который на протяжении многих лет позволял своей дочери-чудовище убивать невинных жителей. Ну это да. Более того, во время войны он заботился лишь о своей короне. Он позволил Нильфгарду разграбить и сжечь дотла соседние королевства, с которыми ранее заключил союзный договор. А что бы он сделал? Люди до сих пор умирают там с голоду. Стоит ли он того, чтобы его защищали? Я же просил побыстрее. Ещё есть чародейская ложа. Но о них тебе ничего не известно. Я такой качок. А как ты думаешь, почему? Может быть, ты и спишь с Мэри Гольд, но ты и понятия не имеешь, на что способны эти стервы. Я мог бы тебе рассказать, что именно они повлияли на большую часть послевоенных договоров. Переселение, депортации, нерешённый вопрос. Я книгу читал. Я книгу читал. Я книгу читал. Я книгу читал. Всё это их рук дело. Сдаётся мне, ты подходишь к невероятно умным заключению. Саламандры не злые. Не злее, чем нужно. Не злее, чем другие участники этого конфликта. Не злее, чем те, у кого достаточно амбиции и воли, чтобы строить свою собственную судьбу. Так, ну что ж. Теперь ты уж меня насмешил. У тебя есть ещё какие-то козыри в рукаве. Так. Ага. Давай так. Теперь уж ты меня насмешил. Давай, давай. Профессор щеманул быстрее, чем ты убежал. Сука, ебать он щеманул. Ты видел прям пощемал. Еведа не выдержали нервы. Он мог меня убить и забрать книгу заклинаний. Фигеть, он пощемал там. На мошках и зерстали. И убежал. Щитальзура подействовал великолепно. Евед смылся, но оставил профессора. В следующий раз ему не уйти. Профессор, разберись. Геральт, ты как? Что случилось? Профессор уже нету. Тебе нанесли очень сильный удар. Наверное, тебя защитило заклятие чародейки. Считал Зура. Профессор сбежал, а этот барьер блокирует нам путь. Я найду его. Так, сохранимся. Сохранимся. И на этом закончим. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до встречи в новых видео.